И я, значит, такая... Я продолжаю, вот это как жучек рядом. Я такая думаю, вот негодник. Пф, чего? Привет, интернет! Я рада снова вас приветствовать на своем канале. Сегодня по вашим многочисленным, к моей радости, запросам История из жизни, моя рубрика на канале, которую я называю Пон Пон. Сегодня я с вами поделюсь своими неловкими ситуациями. И, если честно, мне немного странно, потому что буквально прошлое видео из рубрики Пон Пон тоже было про неловкие, даже, я бы сказала, позорные ситуации. Но, знаете, так получилось, что, как бы, я просто Квинтон... Квин... Блин, так хотела выпендриться умным словом. Короче, я как бы, типа, олицетворяю неловкие ситуации, как мне кажется. Они продолжают со мной случаться, поэтому сегодня я с вами проделюсь несколькими, которые произошли одна давно, а две недавно. Поэтому запасайтесь чаем, сейчас я буду рассказывать вам смешные ситуации, вы будете хихикать, и я надеюсь, ставить лайки. Ну все, заставочка и поехали! Первая история будет небольшой отсылочкой к прошлому видео, где я вам рассказывала, как я перманентно позорилась перед блогерами. Если кто-то не видел, то вот здесь вот подсказочка. Так получается, что перед блогерами я позорюсь просто перманентно, не только в сентябре на мероприятии, про которые я рассказывала, но и, как бы, вот, например, два года назад в туалете перед Дашей Зарковской. Если вы не знаете, кто такая Даша, то вам только кажется, что вы не знаете, кто такая Даша, потому что она создательница бренда Мамку Пи. Даша, мне кажется, сейчас она уже перестала выпускать ролики, но в то время она прям активно постила, и она мне очень импонировала вообще, в принципе, как человек. И как-то раз мы с моими друзьями собрались пойти в Голицын Лофт. У нас в Питере есть такое место, которое называется Голицын Лофт. Там двор-колодец, где много-много-много всяких баров. А в этот день я была одета, было лето, и на мне была рубашка с таким принтом китайским сзади на спине и комбинезон джинсовый с бретельками такими, лямками. Бретельки, наверное, на лифчике. Или это вообще синонимы? Короче, толкование этих слов не важно. Важно то, в чем я была одета, потом поймете почему. И, в общем, в какой-то момент мы зашли в очередной бар в течение ночи. Я пошла в туалет, потому что, ну, как бы, это был уже не первый бар, в который мы пошли. У меня такие вьетнамские флешбеки с прошлого видео, где я рассказываю, как я тоже перед блогерами в туалете позорюсь, но да ладно. Короче, я выхожу, подхожу к зеркалу и тут понимаю, что в очереди в туалет стоит Даша Зырковская. И я, значит, такая... Я, значит, смотрю, она ловит мой взгляд, я отвожу такая взгляд, такая... Так, так, не палимся, не палимся, Маша! И я такая думаю, так, мне нужно по-любому что-нибудь ей такое сказать, чтобы она такая, ммм, Маша, ты классная, давай дружить! И я с ней подружусь, и мы будем подругами! Она просто реально мне очень симпатизирует, как человек. Короче, я стою, мою руки, мысленно перебираю все возможные способы, какими можно было бы завязать наш диалог, и мне ничего не приходит в голову. Я решила, ладно, надо пользоваться моментом, соображу как-нибудь по ситуации. Разворачиваюсь я к Даше, и единственное, что мне приходит в голову, я такая... Посмотри, пожалуйста, у меня рисунок на рубашке ровно между бретелек или нет? И поворачиваюсь спиной. Даша такая, типа... Да, ровно. И я ухожу. Вот так я пообщалась с Дашей Зырковской. О, Господи! Я не представляю, насколько это ущербно вообще все выглядело в глазах Даши, потому что, скорее всего, она поняла, что я знаю, кто она такая. И почему я, типа, обратилась к ней именно с тем, что, типа, посмотри, пожалуйста, ровно ли у меня на спине рисунок. И очень странная ситуация, очень. Ну и вообще, на самом деле, меня ничему жизнь не учит. Вот недавно у меня же выходило видео, где я рисую своих любимых блогеров. Опять же, если не смотрели, вот ссылочка. Там я пытаюсь нарисовать моих любимых блогеров, отправляю им в директ, жду ответа. И в том видео я показываю, что мне приходил ответ только от Алексис. Но оказалось, что мне ответила также Ксюша Хоффман. О том, что случилось, я рассказывала в Инстаграме, поэтому, чтобы не пропускать всякие такие темки, подписывайтесь на мой Инстаграм. В общем, суть в том, что я отправила Ксюше рисунок, который я ей нарисовала. Вот. И Ксюша его увидела и запостила себе в истории для лучших друзей. Что, типа, капец какой отвратительный рисунок. Но в списке лучших друзей есть Люба Терлецкая, с которой мы очень хорошо общаемся. Люблю Любу, подписывайтесь на ее канал. В момент, когда я снимала это видео, я не представляла, насколько тупо это выглядит без контекста. И вы только представьте, как это выглядело в Любинных глазах. То есть, вы представляете, вы общаетесь с какой-то девочкой. Тут эта девочка начинает, типа, фангерлить по твоей, типа, подруге в реальной жизни. Она просто отвратительно рисует твою подругу. Подруга все выкладывает для лучших друзей. И ты такая, типа, пф, чего? Слава богу, Люба хотя бы Ксюше написала, что, типа, это все было для видоса. Вот. Уж не знаю, видела Ксюша в результате видоса или нет. Но мне все еще стыдно. Я, конечно, тупая, но не настолько. Сегодня я монтирую это видео, и у меня есть несколько апдейтов. Во-первых, одна моя подписчица выставила к себе в сториз скрин моего видео. Отметила там меня, Юлика. И Юлик видел эту историю. Соответственно, он видел свой рисунок. А самое крутое, что сегодня с утра мне пришел комментарий от Анастасис. Она посмотрела видео и написала, спасибо. За что ей тоже огромное спасибо. Неловкое, но спасибо. Следующую ситуацию я в своих заметках озаглавила лаконично. Эклеры. Как-то раз Костя с утра уехал на работу, звонит мне и говорит. Маш, скажи, пожалуйста, ты сегодня дома? Я такая, ну да, дома. Он говорит, я заказал справку со своего прошлого вместо работы. Ее должны будут доставить с курьером. Я еще про себя подумала, блин, нифига себе сервис, курьер справку привозит на дом. Короче, я сказала Косте, что по планам я сегодня дома. Он сказал, хорошо, положил трубку. Время идет, я занимаюсь своими делами, и тут мне в дверь звонит курьер. Я открываю дверь, вижу улыбающегося паренька, который протягивает мне пакет. Я еще про себя подумала, какой офигенно большой пакет для одной справки. И тут я понимаю, что пакет очень знакомый, что в таком пакете года два назад я папе дарила эклеры на день рождения. А потом год назад дедушке возила такие эклеры. Я в непонятках закрываю дверь за курьером и понимаю. Это ж Костя. Вот негодник, значит, такой сказал мне, что типа приедет курьер справку с прошлого вместо работы привезти. А на самом деле мне такой сюрприз организовал. Вот негодяй. Значит, набираю Костя, говорю, алло. Он такой, алло. Я говорю, ну мне доставили. Он такой, а да, ничего себе, как быстро. Хорошо, спасибо. Я такая думаю, вот негодник, не признается ведь. Я ему говорю, вкусный, наверное, мне заказ привезли. Костя такой, в смысле? Я говорю, ну эклеры. И Костя такой, какие эклеры? И я такая, тут просто паника у меня выкручивается на максимум. Я такая думаю, так, так, в смысле, что это за эклеры? Или это вообще не эклеры, может быть? Тут я понимаю, что в эфире, который я проводила в инстаграме, буквально вчера, я в конце случайно запалила вид из окна. И такая думаю, все знают, где я живу теперь. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропускать такие эфиры. Короче, я такая думаю, так, что делать? А Костя тоже парень тревожный. Костя такой, так, ни в коем случае не открывай. Я, значит, подхожу, вставлю этот пакет и хожу вокруг него. Потом я решаю, что его можно понюхать. Не открывать, но понюхать. А пахнет он эклерами, вкусными. И тут до меня доходит. Это ж, наверное, я уже такой блогер, которому просто так посылки присылают. Вешаю трубку, говорю, Костя, ну все нормально, все нормально. Это, наверное, реклама по бартеру какая-нибудь. Я, значит, думаю, ну что обычно блогеры делают, когда им приводят такие рассылки? Конечно же, включают камеру и снимают распаковку. Я, значит, включаю камеру, я включу сюда какие-нибудь кадры. Так, я ничего не поняла. Мне сейчас позвонил курьер. Дождавил вот такие вот кексики в бюро вкуса. Позвонила Косте, такая, спасибо большое. Он такой, это не я. Я ничего не поняла. Ладно, сейчас я открою. Начинаю распаковывать, открываю, а там, значит, надпись. Машенька, спасибо, Денис. А у меня знакомых Денисов, которые могли бы мне вот так вот отправить просто эклеры, их просто нет. И я такая думаю, ошиблись. Ошиблись, мне тому доставили. И самое смешное, что первая мысль, которая у меня появляется, это что, типа, так, нужно срочно какой-нибудь эклер надкусить, чтобы у меня заказ обратно не забрали. Не зная, что делать, я решаю позвонить маме. Рассказываю ей всю эту ситуацию. Мама все выслушивает и такая, Маш, помнишь, ты помогала дядю Денису с экзаменом по английскому? Так вот, тетя Оля решила сделать тебе сюрприз и отправила эклеры. И я такая... И вы понимаете, я, несмотря на то, что свою тетю я знаю всю свою жизнь и знаю, что она такой человечек, который не может просто сказать спасибо. Она обязательно что-нибудь подарит, какой-нибудь сюрпризик организует. Я вообще подумать не могла, что она мне может что-то отправить. И последняя на сегодня история. Мы, значит, недавно с девочками решили, что нам с ними надоело просто ходить пить винчик, и мы решили, что нужно сходить на батуты. Мы нашли у нас в городе батутный центр и пошли туда прыгать. Вот, мы приходим, значит, там просто оравы детей, и мы такие великовозрастные бабени, все как на подбор, начинаем прыгать там. А у меня, знаете, у меня есть комплекс отличницы. Меня вот взять на слабо ничего вообще не стоит. У меня вот этот соревновательный дух, он во мне вообще очень сильно силен. Сильно силен. Лучше бы мой русский язык был сильно силен. Я, значит, смотрю по сторонам и вижу, дети просто все как на подбор. Одни кульпиты крутят, другие сальтухи вертят, третий вообще по стене вот так вот прыгают. И я такая думаю, так, а чем это я хуже? Я, значит, пытаюсь что-то сделать, у меня не получается. И тут я вижу, что недалеко от меня стоит тренер, который тренирует мальчика, который хочет научиться вот по стене, знаете, когда прыгаешь и вот так вот по стене. Я, значит, примастилась на батут рядышком и что-то там пытаюсь. А там, знаете, такое тупое движение, чтобы распрыгаться. Ты ложишься на спину, как перевернутый жук, пытаешься прыгнуть, короче. Это выглядит очень тупо. Я, значит, пытаюсь что-то сделать, и все это видят мои подруги, которые чисто сердечно хотели мне помочь. И одна моя подруга такая, молодой человек, покажите, пожалуйста, девочке, как нужно прыгать. Молодой человек не отвечает. Она такая, молодой человек, ну покажите, девочке, как нужно прыгать. Видите, как она старается. Я в этот момент вообще ровным счетом ничего не слышу, причем я не понимаю, как так, потому что мы уже были на батутах рядом, но я ничего не слышала. Этот чувак с надписью тренер на спине вообще никак не реагирует. И тогда моя подруга такая, так, подходит и такая, молодой человек, ну покажите, девочке, как прыгать. Вы же видите, как она старается, но у нее не получается. Ну покажите, чего вам стоит. И тогда этот мужик разворачивается и говорит, вообще-то у меня тут индивидуальная тренировка. Подруга такая, а, пардон, сорян, хорошо, уходит. А я же весь этот разговор не слышала. И я продолжаю, вот это как жучий укрядом. Но у меня ничего не получилось, и мне надоело, и мы вышли с батутов. Вот так вот, девочки и мальчики, надеюсь, что я не одна попадаю в такие нелепые ситуации постоянно. Надеюсь, что в комментариях вы, как обычно, напишите какие-нибудь смешные и нелепые ситуации, в которые попадали вы. А то мне каждый раз очень неловко их снимать. Мне реально вот просто под землю ворвать все хочется. Ну а сейчас на экране мои любимые комментарии с прошлого выпуска из рубрики Пон-пон, где я как раз-таки рассказываю, как я позорюсь перед всем ютубом. Если что, в конце будет такая аннотация, можно будет на нее щелкнуть и посмотреть видос, если вы вдруг не видели. А также этот ролик можете скинуть какой-нибудь своей подружке, которая недавно на ваших глазах как-нибудь очень сильно опозорилась, чувствует себя очень неловко. И этим видео вы как бы скажете, что типа, «Сеструха, все нормально, все нормально, ты не одна такая, нас здесь много». Но у меня на этом все, с вами по-прежнему была Маруся Черничкина. Подписывайтесь на мой канал вот здесь, у меня здесь уютно, вам должно понравиться. Вот здесь смотрите прошлое видео как раз-таки, где я позорилась перед всем ютубом. Ну, а вот здесь можете посмотреть видео, как я рисую моих любимых блогеров. Вот, которые я упоминала в этом видео, и после которого Ксюша Хоффман запостила меня в своей истории. Люблю, целую, обнимаю! Муа!